Приветствую всех с вами Мария, целительница, практик, травница, гипнотерапевт, регрессолог, массажист, ну и так далее могу перечислять. Я провожу консультации, я работаю с подсознанием и с глубинными травмами человека, я берусь за очень тяжелые случаи, ну и так далее. Но сегодня я хотела бы записать небольшой ролик о осеннем равноденстве, хотя он и прошел. Он был пару дней назад, это не важно. Важность в том, что слова благодарности для природы, для всех живой стихии, которые нас окружают, без которых мы никто и ничто, мы должны благодарить. Сила благодарности это поток любви, любви, которую часто люди путают, что любовь – это заготовить борщ и накормить всех. Любовь – это нечто иное, любви, это сакральное, это разностороннее, это много, много, хотела бы сказать, даже не могу подобрать это слово, многогранная, да, скорее всего, сила любви. Любовь – это мудрость, любовь – это принятие, понимание всех процессов, невидимых нам, потому что люди живут, особенно сейчас в современном мире, и даже мало кто задумывается, что ежедневно вода моет тела. Из воды мы делаем пищу. Вода снабжает корни, деревья, ветра и всего, что растет на земле. Вода – источник для животных. Вода – это дожди, росы, туманы – тоже вода. А также ветер, живой дух, который помогает деревьям, растениям, движению воды, чтобы она не застаивалась, а также и огонь, который горит и в земле, и у нас в сердце рождается искра, которая помогает сердцу биться. И земля, конечно же, земля – это живая плоть, которая кормит нас, которая дает нам все ресурсы, которыми мы владеем вообще. Она щедрая мать, щедрая и мудрая мать. И она живая. И эти строки, которые я зачитаю, не пришли из меня, из потока моего, скажем так. Не забывайте благодарить эти силы, просто сжигайте свечи, просто читайте, и вы почувствуете, как у вас будет меняться ваша жизнь. Вы будете по-другому все чувствовать и воспринимать. Потому что сила благодарности – это источник жизни, источник нудрости. О Великая Мать, Богиня Благородия, Плодородия, Сущий Отец, Бог зерна и жатвы, да пребудет ваша щедрость со мной, до следующей вашей любви. Земля – священная плоть, из недр ты дала источник живой энергии. Из плоти своей сотворила фрукты, зерна и овощи, и все плоды, и все травы, которые полны силой твоей. Все леса и трущобы, поют тебе слава. Все воды в этот день успокаиваются во чреве твоем, стремясь опять подняться к божественному источнику сотворения миров, и поют тебе слава. Все каменья – сапфиры, топазы, горные хрустали, бирюза, гранат, кварц, лазурит, малахита, палометист и многие другие – в мерцании остывают. Отдавши силы своим плодам твоим через корни растений и деревьев и шепчут тебе слава. Все ветра со всех сторон мира спешат в тебе расчесать и уложить твои локоны, снять последние ожерелья из плодов, оставшихся на деревьях, и прочесать леса перед зимним сном, поют тебе, забывая слава. Огонь, успокоившись в утробе твоей, собравшись в клубок в неусталом горении, становится мягким и горит, не обжигая плоть твою, уходит в сон и искрами своими поет тебе слава. Слава! Слава тебе, древняя мать, земля, за пшеничные колосья, за спелую рожь, за ягоды, грибы и множество ароматных и пряных трав. Спи, засыпай и покойся в миру после жатвы. Слава всем предкам моим в женском пространстве, ушедшие вечный сон в небеса. Я слышу ваши пения, колыбельные песни, нежные голоса, ощущаю нежность прикосновения ваших душ и ощущаю теплоту ладоней ваших. Слава вам, спящие в ином мире женщины рода моего, бабушки и прабабушки, до самого начала рода моего, слава вам за вашу мудрость и знания, которые спят в генах моих и текут кровью по венам моим и помогают мне в жизни на этой земле здесь и сейчас. Покойтесь в миру и пребывайте в благости и помогайте мне в темные дни и ночи зимы, защищая меня по кровам родовым и силою рода береги. Благодарю и славлю тебя, Верховный Всевышний, за волю твою. Все, что я думаю о себе, я думаю о тебе. И все, что я делаю для себя, я делаю для тебя. Слава за испытания, которые я прохожу здесь на земле, как некую нить сплетений от начала рождения и до темного чертога, которые являются день и ночь и тку свою судьбу узором моим, так как должно было случиться и по выбору моему, который был необходим для опознания себя и пределов духовного и физического тела. Слава роду моему и еще одному витку рождения и ухода от весны и до зимы. Я изучила много и приобрела необходимый мне опыт для следующего шага в неизвестное. Слава мирозданию и всем видимым и невидимым, моим родовым и не моим духам, пребывающих в разных измерениях. Слава всем чертогам и всем мирам, существующих во Вселенной необъятного космического разума, богине Макуши и дыхания Всевышнего и Его руки, сотворившей все из ничего, и Его слова, что было, есть и будет вечно во творении мира. Спи, щедрая земля, отдыхай, уходящая вода, живи, вечный огонь, летай, вольный ветер, защищай, живая природа, человек, будь человеком. Истинно, вечно, да будет так всегда.